Девушки отдыхают 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 Эти стратегические таланты не помогли ему. Да, Григорий Идрозд. Человек, который подошел к нам сейчас на комментаторскую позицию. Да, отомстил. Григорий Идрозд отомстил за Рахима. Но Рахим и сам за себя может постоять. Пока что приблизительно равный бой. Чуть-чуть Рахим точнее, конечно. Ну и вообще с Левшой всегда сложнее боксировать. Вот так скажем, менее привычно. И любой боксер долго-долго готовится, настраивается на Левшу. Но уж опыт Валерия Брудова, конечно, позволяет ему правильно вести бой с Левшой. Да, и здесь на первый план все-таки, конечно, встанет вопрос физических кондиций. Все-таки Валерию уже 38 лет. За плечами 47 поединков на профессиональном ринге. И далеко не из самых простых. А смотрите, зрители поддерживают Валерия Брудова. Да, есть тут определенная группа поддержки у Валерия. Дарахим первые свои бои присылал мне по электронной почте, когда еще не было прямых и фильмов. Второй раунд. Раунд два. Первый раунд прошел в разведке. Абсолютно никто не форсировал. И, может быть, оно и правильно, потому что оба соперника очень опасны, оба боксера, и с хорошими ударами. Не удалось мне расслышать, что говорили Рахиму в углу, но, судя по жестам, по-моему, тренер ему говорил о том, чтобы Рахим почаще двигался вправо, закручивал Брудова в сторону. Это как раз то, что и должен делать Левша. Против правшей заступать за переднюю ногу, создавать себе углы атаки и уходить от атак соперника. Вы слышите, сколько поклонников в зале у Брудова оказалось? Помнят, помнят его прекрасно. Помнят, любят. Боксер великолепный. Реакция потрясающая. Такие нырки классические. Все-таки у Рахима высокая скорость. Тут уже на уровне интуиции, по-моему, защита срабатывает у Брудова. Кстати, в 2010 году Брудов боксировал как раз с Гильермо Джонсом за полноценный титул чемпиона мира. И поединок проходил в Панаме. Многие говорят о том, что на взвешивании были какие-то хитрости с весами, потому что Джонс, ну, никак не выглядел на 90,7. Джонс отличается. Отличается, да, хитрость с Джонс проблемами. Это две дисквалификации с Денисом Лебедевым. Но Брудов не отдает позицию, не отдает пространство. Это его стиль, это его стиль. Ну, а Рахим, по-моему, просто погодит не форсирует. И Рахим внимателен очень, да. В таком поединке на встречных курсах самое главное не упустить момент и не вымотать себя, потому что очень легко заиграться, упустить вот эту точку, скажем так, лишнего расхода энергии. Ну, сейчас правый боковой прошел. Левый по печени такой сдвоенный, но по локтям. Ну, действительно, я вот вспоминаю опять февральский бой Валерия. Он сегодня смотрится лучше, гора. Ну, пропустил боковой удар. Валерий Брудов, в туловище снова доставил боковой левой. Нелегко, конечно, Валерию Брудову, но достойно он пройдет. Стоит пока практически на равных. Заканчивается второй раунд. Поактивнее во второй половине этого раунда стал работать Чевкиев. Это, наверное, даст повод судям. И левые боковые все-таки несколько раз прошли в цель. А нам показывают раздевалку Дмитрия Кудряшова. Да, кувалда. Кувалда. Бой, которого ждем тоже с огромным нетерпением. Боксер, который пока что все бои выигрывает нокаутом. 16-0. 16-0, 16 нокаутом. Я разговаривал, я немного пообщался с Дмитрием перед этим боем. Но разговоре как раз, когда будет его поединок. Внимателен, спокоен. Сверху уверенно выглядят в ринге. У нас эта весовая категория вообще представлена, да? Она просто российская. Да, просто наша. Потрясающее количество фантастических боксеров. Вот один из них. Рахим Чехкиев, кстати говоря. А я вижу, что в зале уже находится глава промоутерской компании «Мирбокс» Андрей Рябинский. Опять болельщики поддерживают Валерия. Любят его, помнят за его бои, за его победы. Ну, а Рахим по определению наш любимец. Тут уж ничего не скажешь. Олимпийский чемпион. Тогда еще Алексей Тищенко завоевал вторую золотую олимпийскую медаль на Олимпиаде в Киеве. Это был цикл олимпийский, когда Александр Лебзяк тренировал команду. И он снова вернулся в главную команду. И поедет с ребятами в Ря-де-Жаней. В Лондоне у нас было одно золото. Егор Михонцев. Егор Михонцев тоже перешел в профессионалы. По-моему, тоже удачно. В этом же весе, по-моему. Нет, он полутяжело весит на категорию ниже. До 81. Это надо. Все-таки левый боковой прошел. Все-таки сильнейшей рукой достался от Петника. Рахим. Надо повнимать, надо собраться сейчас Валерию. Как-то при всем... Еще половину раунда. Да, да. При всем уважении Кракиму, конечно, не хочется, чтобы так бой завершился быстро. Правую руку надо возвращать на место. Снова пропускается Валерий. Несильный, но точный удар. Вот концентрация стала пропадать у Брудова. Чувствуется, да? Да, надо правую руку держать на месте. Просто правой рукой закрывать и подбородок, и печень. Все-таки очень высокий темп поединка. Тяжело. Удар разворачивать. Да, 10 раундов. Это, конечно, нелегко. Возрастной боксер. Но... Какая смелость выйти с Рахимом. Конечно, конечно. И если Рахим начнет увеличивать плотность темп боя, то, мне кажется, Брудов будет просто трудно угнаться за ним. Баскоро сейчас. Это точно. Ну, может, он вышел на бой. Что-то вроде пан или пропал. Вот. Может, вот он не рассчитывает 10 раундов провести в этом темпе, а попробовать все-таки запрессинговать своего соперника сразу же. Я тебя засымать! Да. Рахим, к сожалению, для Брудова не тот соперник, которого легко запрессинговать. Вот эти левые боковые. Рука на месте. Рука на месте у Брудова. И сейчас это его защитило надежно. Да, тяжелые атаки у Рахима. Конечно, удар у него очень жесткий. Ну что ж, в третьем раунде мы увидели нокдаун в исполнении Чехкиева. Начнет ли он увеличивать темп? Поднимет ли плотность поединка? Посмотрим. Ну, Валерию сейчас важно собраться и, конечно, контролировать защиту. Я думаю, что Чехиев будет сейчас действовать все равно согласно плану, потому что этот нокдаун, он, собственно, получился из того, что Рахим действовал так, как и задумывал, наверное, перед этим поединком. Получается у него реализовывать свои наработки, поэтому я думаю, что он будет в этом же ключе продолжать работать и не пытаться гнаться за нокаутом, потому что иногда это не приводит к хорошим последствиям. Вот левый, левый. Да, когда он заигрывается, да, ну вот, посмотрите, боковой сильнейший рукой. И рассечение потряс, и потряс Брудова. Это иногда он, это просто... Ноги закрылись. Но рассечение серьезное валяется. На голове, по-моему. Да. Но над глазом, который будет мешать. Атаки в корпус проводит Рахим. Хороший нырок ушел от сильного удара, Валерий. А сейчас Рахим. А Рахим, потрясающая техника. Он вообще видит все, конечно. Видит все и в ринге, и вокруг ринга. Валерий молодец. Он не уходит, не убегает канатом, не отжимается. Он стоит в центре и ведет конкурентный бой. Ну, по-мужски так действует. Довольно рискованно, но тем не менее... Ну, это его стиль, его манера. Сколько я знаю, первые 30 боев выиграл Валерий Брузов. У него не было ни одного поражения в первых 30 боях. То есть, эта манера атакующая давала свои результаты. О-о-о-о! А это нокаут. Это нокаут. Знаете, это мне напомнило удар Мэни Пакьяу против Рики Хаттана. Это очень похоже. И ситуация... Да, вот такой удар очень мощный. Надо доставать капу. Врача быстро. Кто там? Да, дежурь из угла. Из угла. Надо обязательно вынуть капу. Не удается это сделать. Повтор удара этого тяжелого.